Товарищ полицейский, там танки спереди вас припарковались неправильно, оштрафуйте их. Я Мутюк, с вами Глюк, и, ребят, я сегодня нахожусь на сервере провинции, на седьмом сервере, и я обнаружил кое-какой баг у своего дома. Смотри. Вот такой лифт у меня есть на крыше, прям я могу здесь челить, отдыхать, круто. Так, ну сейчас мы поедем в город, у нас игру обновили, есть кое-какие классные обновления, добавили контейнеры, в которых случайные всякие предметы спавнятся, короче, будем сегодня проверять. И где-то в городе, там далеко-далеко меня ждет Source, надо за ним заехать. Ребятки, что? Охренел? На джижми. Нормально все. Это было больно, зачем ты меня вталил? Я нашел Сорза прямо вот, значит, на вокзале он заблудился, говорит, я не знаю в каком городе, что это за место, какой сейчас год. А ты попробуй не заходить на сервер. Раз, два, три. Сколько дней? Я сбился со счета. Надо просто было квартплату оплачивать, балбес, а ты не оплатил, и у тебя дом отняли. Все. А что теперь делать-то? Что, прям тупо выгнали и все? Ну смотри, давай попробуем сначала зайти в телефон. Смотри, короче, в телефоне видно твой баланс счета. У меня сейчас вот 4,5 ляма. Так, у меня 19.034 рубля. У тебя 19 рублей на счете? Ну, наверное. А сколько у тебя наличкой? Ну, вернули 270 тысяч, по сути. Ну, тебе вернули где-то там 80% от того, что у тебя было. Понятно, понятно. Притом, что за такие деньги домов не продает. Смотри, а если ты зареспавнишь сейчас себе свою тачку, то где она, что она появится? А давай прочекаем, потому что я как бы не в курсе, что обновление нам дало. Может и можно. Так, она, кстати, прямо и надо ехать за ней. Ну, вот, окей, вот тогда ты меня ведешь, ты штурман. А я пытаюсь ехать. Где моя дверь уже? Куда дверь-то делал? Так, смотри, короче, поехали сейчас в банк. Сейчас добудем тебе что-нибудь. Где-то слева. Надеюсь, что мы будем заезжать потом на СТО, потому что как-то мне больно. А что у тебя, что? Начал в хорошем виде. Капот потерян. Ну-ка, покажи. Капот у него потерян, да? То есть, а моя тачка, значит, в норме, да, по-твоему? Ну, я хотел сказать, что он побит немножко, ну ладно. Наверное, ну, не так сказал. Так, подожди. Так, мне нужно, короче, тебе перекинуто до бабки еще. Ой, такое ощущение, что я живу здесь за счет. Ну, ничего, мы заработаем. Какой гелик, слушай, красивый гелик. Может, тебе гелик купим, а у тебя деньги не хватит? Не, не хватит. У меня 4 ляма сейчас осталось. Они что, прям дорого-дорого стоят? Я вообще хотел, типа, знаешь, я на Теслу хочу накопить. Типа... Купи хотя бы лифт для начала, пока что. Вот, да, я хочу в этой серии купить лифт, а там уже как-то мы заработаем на Теслу. Может быть, если получится, то будет здорово. Блин, слушай, я, короче, на верхний этаж банка поднялся, а тут пипец красиво. А как тут? Где тут? А вот там вход есть боковой, да. Лесенка, слушай. Офигеть. Я думал, что тут, типа, ну, тупо банками, там, не знаю, Субербанки. Ну, вообще-то, походу, есть Субербанк, потому что он зеленый. Ну, типа, да, ну... Нет, там есть. Не вижу тебя. Не знаю, хожу тут. Подожди, кто-то с треугольником. Ты еще вешаешь, что ли? Я на самом верху, да. Обосраться просто, Гагарин. И не его так. Ты дебил, что ли? Вот он, Гагарин. Еще одна повесть в книгу «Приключения Миши». Это последняя глава. На следующий ты умрешь, да, видимо? Я нашел какую-то лестницу странную, она вниз идет. Ну, я не я, но персонаж так точно. Чувак, я хранилище нашел, обосраться. Даже оттуда сверху нашел? Да, там, типа, винтовая лестница вниз идет и хранилищ. Ну, такое себе хранилище. А мы можем грабануть банк? Нет, ну, видимо, оно не доделано еще. Тут дырка есть такая в тени, но двери нет вот этой вот сейфа. Ушай, надо все-таки грабануть. Вот, посмотри на это. Да, слушай, реально. Здесь должна быть дверь. Блин, ограбить бы его. А, здесь камера, валим отсюда. Где-то, ой, блин, точно. Вот там выловить кругли. Пойдем отсюда, пойдем. У нас здесь не было, вы ничего не видели. Запекайте, пожалуйста, мне лицо. Что мы сейчас, куда поедем? Короче, смотри, дом у тебя есть, все у тебя есть. Я хотел посмотреть новую... Подожди, подожди, подожди. Эй, слышишь? Ты мне машин поцарапай. Он тебя не слышит. Короче, смотри, новая же механика появилась там с контейнерами. Я хочу ее сегодня посмотреть. Для этого мы сейчас, короче, смотри, GPS вбиваем в Приволжский, в порт. Кстати, 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 для моих подписчиков у меня есть промокод. Вот он, собственно, на экране. Если вы его введете у себя, то получите боссы, по-моему, на развитии. Я тут, кстати, сейчас тоже попробую ввести. Вы пытаетесь активировать свой промокод. Вот Блэд. Давай, на счет три. Раз, два, три. Погнали. Подожди, а штрафы уже никто не отменял. Ну да, штрафы мы получим. Но главное быть первым. У кого-то в заворачиваюсь лучше, говорил. Ты понимаешь, что я пропустил поворот тупо? Ну так я тоже. Машина поворачивает лучше, а водитель-то нет. Ну так, знаешь, надо было это учитывать. А ты гонь вообще. Так, я вписался в поворотик. Ой-ой-ой-ой-ой. У тебя еще дорога такая страшная. На этой дороге я разгоняться не буду. Знаешь почему? Я помню, как мы сюда ехали. Ну а я вот разогнался. Я вот, между прочим, вот нормас. Ты мне ее занизил в прошлый раз, когда ремонтировать оставил. Все, во, я доехал. Я первый. Ну, я утюг тебе в глаз. Ваши вот эти вот Peugeot фуфуфу французские. Ай. В порт 2-3 раза в час приплывает грузовое судно. Кран разгружает 8 контейнеров. Внутри них грузы с 5 стран. Момент летел. Поехали, куда надо. Кстати, сказали, что это не речной вокзал. Значит, обычный вокзал, наверное. Значит, едем на обычный вокзал туда, окей. Ну, я думаю, что там недалеко. Гонка нос в нос. Ух, какие соперники. Какая схватка прям горячая. Кто же возьмет вверх? Кто же обгонит кого? Штраф, косарь. Ай. Это форт. А, да. Штраф был. Так, нам направо. Я объехал тебя. Я выиграл. Я притормозил. Вах, какой лимузин у тебя большой, сущий, красивый. Огонь-тачка. Я сделал человеку приятно. Похвалил его машину. Магазин называется Игнат. Я думал, там магнитно. Это Игнат. Рожданин, вам фары протереть. Ну, может, в принципе, денег не давать. Я сам протру вам фары. Он увидел, что я нищий, брод, говорит, можете не давать денег. Я просто протру фар. Ну, ладно, че уж там уж. 205. Сколько ему дать там, я не знаю. 5000 ему дам. Это намек, что я еще 5000 ему должен дать. Фига, смотри, че прикатили. Это че такое? Слушай, у меня тут подозрения. Короче. Товарищ полицейский. Там танки спереди вас припарковались неправильно. Оштрафуйте их. По-моему, он меня игнорит. Все, он решил уехать нахрен. Все, танки наши, забираем. Смотри, там корабль приезжает. Слушай, тут кто-то эскалейд перевернулся? Да. Там нормально, подумаешь. Так, из США одежда. Ну, это неинтересно. Ну, лям, вы че, прикалываетесь? Лям за контейнер. За одежду, прикинь, короче, лям, да? Мне, пожалуйста, за пол-лямчика что-то. Слушай, я так понимаю, что здесь специально все приходят. Три ляма! Антиквариат за 3-200! Ты можешь выиграть дешевый антиквариат, шанс выпадения 12. Я что-то не хочу. За 3-лям. Антиквариат за 3-ляма, вы че? Догадаю, все твои деньги за малый шанс выиграть, да? да все мои деньги просто опа европа евросоюз автомобилей лям 200 skoda octavia четырехпроцентный шанс ну вероятность крайне мало да и машина такая сми да за лям не ну нормально наверно за лям ну ну блин не знаю мне не очень интересного то здесь побитая тачка такая сменение по вкусу русский контейнер это поход твой что думаешь цена подойдет ну да там час чайка какая-нибудь окажется ну кстати если раритетная чайка окажется она будет пипец дорогая прикидай еще такого выпала ну знаешь скорее всего это какой-то хлам из раша из лав и про вранжетом из лав быть такой автомобиль это вас посмотри от 98 косарей купить давай 33 процента к а то что можно выбирать у меня показывает а там типа выходишь и потом опять нажимаешь ей показывать и почему еще там можно выиграть блин а там прикольные дачки вообще по фаду просто выиграть такой тазик 10 там волга есть 14 к победой 5 процентов блин подожди так там получается с евросоюзом тоже можно ладно веста кросс volvo можешь выиграть так 3 процента ну а к 33 процента audimers peugeot 400 я пожалуй я пожалуй возьму этот контейнер ради прикола 98 к хочу здесь уже здесь еще рари можно выигрывать оаэ 17 лямов porsche 16 процентов сидел с кокосом 17 кори кейн 4 процента ferrari 458 италия 16 процентов и усердив 17 лямов porsche royce фантом теслу можно выиграть я хочу теслу ламборжини урус были слушая прикольные вообще только наградки то мне нравится я чудо уже там всего лишь один шанс здесь есть еще один и злая сейчас едет они так понимаешь это самые дорогие контейнеры этого и и мира наверно до самой дороге так нуку из японии антиквариат контейнер автомобили 17 лямов phantom что тоже 17 до la ferrari corvette я короче думаю европейский взять еще какой-то я русский возьму чё у меня вариантов как особо то и нет потому сейчас еще что-то выпадет подожди я либо беру русский либо беру никакой может сейчас еще выгрузить там же еще контейнер мышь а когда старт этого всего начнется когда он все выгрузит пока времени на это ничего не понятно это первый раз вообще что я здесь присутствую ну вот да я тоже вижу супер раз крути а в целом деле я лицо такое грустное от того что ты это видишь душно денег не хватает на лавы но эмираты япония ты можешь выиграть все что угодно шанс выпадения посчитать невозможно круто слушай а то вообще реально может все что угодно взять не взять и вообще взять проще взять два раза контейнер с европы даже одному только этот контейнер достанется да там нужно там аукцион в принципе я могу типа поставить но у меня впритык типа хватает на на этот контейнер и тот неизвестного его выкупят скорее мне интересно чего неизвестно может быть за два с хреном ляма ой не знаю япония неизвестный контейнер понимаешь что как бы целью серии изначально было купить теперь электрокар да но мы приехали сюда и азарт ну я не азартный человек поэтому я на русские машины поставили нечего ездить на русской машине это уже азарт доедешь не доедешь понимаешь что они априори не стоят больше ста тысяч то есть как бы если ставку перебьют до разы там там только победа есть и все а ну то есть все это все выгружено так она погнали тогда наверное ждать и начало аукциона вода так ладно я поставлю на японский и на вот тут возле русского куча народу стоит все мы уже сюда приехать я хоть постою участвую только в одном аукционе серьезно кива уже 290 тысяч за машину серьезно да ох ты же ёшки 300 до того не стоит камон она на что в европейском я не могу я типа поставил на тот неизвестный и все типа я пойду посмотрю чё с японским вот этим неизвестным контейнером это сейчас 2 ляма взял и вложил в него до 2 до 500 через 40 секунд выиграю а то есть нету сейчас ставок на него ну не никто никакой дебил на это не подумал поставить больше выиграю хрени вообще непонятно прикинь час выезжает оттуда что такое вертолет эти серталят и могут быть блин я бы хотел вертолет значит я поставил выставку перебил твою ставку но нет они отчасти а перебьет ну давай перебил не смотрелось что за говно на секунд какой-то говнище просто выиграю а вот мне кажется что не 8 7 6 5 4 3 2 1 это было серьезно это одежда за 280 тысяч скука это большие жестко чего так плохо то поехали покупать новую машину хочу а чуем короче вот эти вот ребятам остался давай посмотрим русским да давай ранее интереса уже 400 тысяч накидали не давайте короче до двух лямов до крутим ребят чем там сайте лада веста есть 450 тысяч а был 98 давай давай покажи что там 14 хорошую цену ты взял конечно да вот это вот это вы просрались сейчас просто просрались ты знаешь и тут я такой который знаешь посмотрел что он 200 тысяч за жигули и не стал ставить да да я разочарован блин не 2 лямов жалко пипец я думал там ну хотя бы типа пол ляма как минимум это битом даже пол ляма не отбила ладно поехали в автосалон я не знаю сейчас что там будем делать посмотрим значит nissan лифт а не слушай он стоит копейки он пол ляма стоит 605 тысяч слушай но если я свою не хочу продавать у меня гольф стоит ну примерно так же короче мой гольф стоит в теории если ты мог продать свою машину час я купил все тоже nissan я бы взял на самом деле может что-то побыстрее но я хочу из этого электрическая просто хочу электромобиль именно посмотреть по моему только он вот по моему он и тесла и вам это все электрические 10 а у них типа знаю здесь электрические заправки же есть специально так что да там фаминику кокос драйв можно можно ты будешь изолирован у вас есть неоплаченные штрафы ну да было такое было слушай на синяя такая красивая вах 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 как а можно можно приобрести в приобрести все есть на nissan лифт хватило я электрически мне даже трубы сзади нет понимаешь настолько я крут а дашь покататься потом конечно дам поехали посмотрим какая она в стоке 5 начнем берет вызывает сюда давай это давай гоночку сейчас вот вот выровняйте со мной давай на полную вперед раз-два-три солнечная батарея так и чё это все что ли это вся моя скорость погнали кае я затянем сразу дожди я хочу все-таки максималку мире все вперед давай-давай-давай-давай-давай-давай малышка да ты стоишь столько же сколько гольф блин а едешь сколько 80 он услышно ну гонит в принципе то учитано что на батарея кстати как литры или как отображается заправка тут молния нарисована а сколько максималка 160 пока я еще штраф за тормоза никакие конечно крайне и ребята те кто хотели себе nissan leaf вот видишь вывод с nissan leaf вы не получите штрафов с гребаным бензиновым драндулетом но tesla нормас оставайтесь зоне зарядки для того чтобы зарядить ваш автомобиль если вы покинете зону зарядка окна автоматически завершится деньги списываются постепенно в процессе зарядки автомобиля 1 киловатт 5 рублей текущий уровень заряда 7 а у нее кстати в реальности тоже такой цвет раскраска имеется именно такая подожди а чего же сверху сейчас посмотрим что можно сдвиглом сделать потому что это кошмар 6 может какие-то киловатт можно накрутить мощности да у меня денег только 900 осталось ну еще у меня сейчас вот есть так что я плакать хочу заверить отрабатывать будешь со мной на работы ходить пипец блин хотел мусорщиком поработать мне мусорщиком надо возить это все ну вот я сейчас подниму кстати мишек 44 опыта и я беру на второй уровень смогу возить мебли мебель мебли все соточка да это зарядка завершена су . то есть сто процентов все таки до или 100 под погнали тюнить так ну посмотрим настройка авто да ладно его чувак она не качается вообще ну то есть по параметрам вообще не качается то есть я могу подвеску подрегулировать я могу ее перекрасить я могу сменить колеса резину могу сменить почему так за что так почему подоживали по штампору комплектации просто вот эта штучка короче которая должна быть да она просто замочком что ты понимал и все то есть нет вообще нет никак приехал в ухо даже почему уж так то ну теперь я понял почему здесь нету много nissan лифов да подойдет а со тоже не качается не знаю тесла может быть качается боже я такой знаю я еду вот куплю в этой серии nissan лиф буду беречь виртуальную природу чтобы белые медведи жили спокойно я так понял что ты что мы за твоей машиной едем на моей да боже мой я хочу продать ее я уже хочу ее продать грамм грустно я хочу продать для главное выглядит она тоже неплохо типа если бы вкачать то интересненько бы как минимум плюс 100 тысяч 600 куплю за стоит в очень недавно я ее не продам по ходу но только вот за 100 тысяч я ее и продам у меня есть предложение даже вкачивать ее не буду какой какой смысл ты смотри что подвеска 100 тысяч покраска 100 тысяч там блин за тонировать там тысяч пятьдесят будет мой фуфу нет все а меня есть предложение давай твоим подписчикам скажем что вот продается машина на который катался цена ровно такая как в магазине давайте да давайте так 609 тысяч ребят продам любому из вас этот прекрасный скоростной nissan лифт просто не бит не крашен ну не крашен ну не крашен да чуть-чуть бит совсем там на 700 рублей бит поцарапал красочку чуть-чуть а пежо зеленая больше пежо пострадала красота в путешествие едем я скорее всего больницу заграничную знаю что те могут по этому поводу только сказать чё учитель ты не зря меня учил я тебя спасу магией тайчи не уверен сын бой тогда могу сделать а так и малышка засыпай и вот здесь не помирай конечно лучше хорошо ничего сейчас мы приплывем там будут доктора и туземки туземки в юбках соломен ну смотри мы прям все уже почти курота не видно давайте сыграть я с любимой песни вот я вот у атероскопилов не знаю возможностейку провел все а то как governess я при полу я при что говно всплывает подожди И под водой Снова ровной гитары Я же вздохнусь А где я? В камышах каких-то Куда корабль испарился? Его похитили инопланетяне Понимаешь, что я про такое тебе и говорил Я-то думал, хоть что-то Не знаю, хоть что-нибудь случилось Что это такое? О, рыбки Мы не останемся голодными Ты живой там? Да Я до сих пор в конвульсиях бьються Ну скорая не приезжает-то, ё-моё Ребят, на этом мы закончим Эту прекрасную серию Ставьте лайк, если хотите продолжение Заходите на канал Сорза Ссылочка на него будет в описании Слушай, как тебе это забирать? Я не знаю Всем удачи и всем бобра А, да, и покупайте мой лиф Обязательно покупайте его лиф Пока-пока Ты подписаться должен на глюка Ты подпишись, если ты не злюка Подпишись на меня Лайк ты поставь этому видосу Будешь ты круче любого утконоса Cabра-бара-бара-бара-бара-ba-bam Продолжение следует...